Здравствуйте, я вам приветствую вас на пресс-конференции по итогам 15-го международного конкурса юных вокалистов на пресс Ольга Сосновской. В пресс-конференции участвуют члены жюри конкурса, председатель жюри, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Фоми Ольга Александровна Сосновская, член жюри международных вокальных конкурсов Светлана Ивановна Ольга, но она подойдет к нам чуть позже, заслуженная артистка России, ведущая солистка Красноярского государственного театра оперы и балета Вера Павловна Баранова, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Василий Николаевич Зверкин и заслуженная работник культуры России, заведующая кафедрой сольного отменения Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Екцина Татьяна Дмитриевна Смелкова. Также в пресс-конференции принимают участие исполняющие обязанности министра культуры, туризма и архивного отдела Республики Фоми Сергей Витальевич Емельев. Слово представится Ольга Александровна Сосновской. Добрый день, очень приятно с вами встретиться с вами в такой морозный, солнечный день. Я думаю, что благоприятно очень влияет погода на наш конкурс, потому что ни слякоти, ничего не было, ни сельных морозов, как бывало когда-то раньше. И я надеюсь, что все дни, проведенные конкурсантами и участниками и гостями нашего города, были положительными, и они уедут отсюда с хорошим настроением. Наш конкурс является визитной карточкой, по моему мнению, Республики Фоми. Благодаря ему уже знают не только в России наши республики, но и во всем мире. И конкурс у нас в этом году юбилейный, 15-й. Достаточное количество участников приехало много, несмотря на финансовый кризис, я думаю, что более 60 заявок, около 67-68. Я считаю, что в нынешнее время это большой показатель популярности нашего конкурса. Мне очень приятно отметить то, что в этом году награда нашла слово «Героя». В прошлом году, на прошлом конкурсе мы не вручали гран-при, в этом году мы его вручили. Стал обладатель гран-при, участник из Швейцарии, 19-летний молодой бас Йонас Вуд. И надеюсь, что вы останетесь на концерт и услышите всех наших лауреатов замечательных. Потому что конкурс действительно был очень сильный, и помимо того, что была сильная старшая группа, были замечательные дети, младшие группы с 9 до 11 и с 12 до 14 лет. Они покорили нас своей непосредственностью, своей искренностью. И даже, я бы сказала, вокальными звуковедениями, кантиленой, чистой интонацией, то, что не всегда подвластно даже взрослым. И мы, все члены жюри, мы даже сошлись на том, что мы даже многому них научились сами. Прошли потрясающий интерес на мастер-классы. И открытый мастер-класс был у Веры Павловны Барановой. У нас была очень замечательная встреча с педагогами и концертмейстерами. И, знаете, когда возникает вопрос, почему не прошел мой ребенок, а почему кто-то остался, даже во второй тур не вышел. На этой встрече, такое собеседование, как бы, это было общее, мы выясняем все минусы и плюсы. И в этом году, что было отрадно и приятно, было за что похвалить. В этом году приехал очень такой сильный десант из города Челябинска, что тоже приятно. Наша республика тоже была достойно представлена. И многие получили и звание лауреата, и звание дипломантов. Хочется поблагодарить еще раз нашу компанию «Нобель Оил», которая, опять-таки, выступила генеральным спонсором. И всех тех, кто помогал на протяжении многих-многих этих 15-ти ужин-конкурсов. Поддерживал не только финансово, но и дружественно, и советом, и делом, и канцелярскими товарами. И гимназии искусств, конечно, огромное им спасибо за то, что они приютили наш конкурс. И наши конкурсанты чувствовали себя здесь вольготно. Хорошо их здесь кормили, им здесь было тепло, им было уютно. Спасибо оргкомитету, который отработал, как всегда, на все 150%. По-моему, никаких накладок не возникало. Я надеюсь, что все было хорошо. Ольга Александровна, Василий Максим, телеканал «Юген». Два года назад у вас впервые был проведен, ну, такой, забастов-забаст, да? Когда все лауреаты в одном концерте выступали в прошлых лет. Эта практика, она будет продолжена? Я думаю, что да. Пока просто, как бы, упирается все в финансы. Но я думаю, что обязательно. Мы планируем это. Планируем. Тем более, что у нас есть уже кем гордиться нашему конкурсу. И наши лауреаты сейчас работают и в Большом театре, и в Зартове, и в других странах, и в Саратове. В общем, люди, которые уже прославляют не только наш конкурс, но вообще нашу Россию. Поэтому тот же Глеб Перязев, который уже завоевал, по-моему, первое место, да, Татьяна Дмитриевна, на конкурс. И поехал. Сейчас у него стажировка, по-моему, какая-то с концертом в Германии. То есть костяк такой очень сильный, очень сильный. Который обязательно. Они сами пишут нам, что мы с удовольствием открытимся и приедем. Интересно это. Может быть, будет такая еще практика, что мы будем приглашать их на открытие выступать вместе с членами жюри. Это тоже, мне кажется, оригинально. Можно ли сказать, что призы этого конкурса – это некая путевка в жизнь для музыкантов, да? Конечно, конечно. Во-первых, есть замечательный у нас приз. Это стажировка, недельная стажировка, это мастер-класс у замечательного певца и профессора Зайскурского Академии Музыки, Апанцартеум, Марио Диеза в Москве. У него открыта частная школа Канта, которую нам, так сказать, наши друзья помогают в такую путевку на неделю. Для как раз участников старших групп это очень интересно и поучительно, потому что это действительно очень ценный план. А потом, смотрите, многие ведь получают и финансовые премии, да? Кто-то, как вам сказать, как это, кто-то говорит, что Сирос пробьется сама, а Талантам нужно помогать. И мы со всех сторон пытаемся помочь им или стипендиями, или путевками куда-то поехать, или отдыхать. Вот сейчас выделили на въезд на путевку в Артек. Это тоже дорого стоит, это подспорье не только самому участнику, но и его родителям в том числе. Это ценные призы в музыкальный мир, насколько я знаю, да? Люди могут приобрести себе даже какой-то инструмент. И я уверена, что самое главное – это признание здесь, на этом конкурсе, потому что борьба была очень такая нелегкая. И знаете, что интересно? Вот МТС у нас учредил приз лучшим, приз зрительских симпатий, он выражается в чем? Что все видео с конкурса выкладываются на сайт, и любой человек из России, по-моему, даже из-за рубежа может зайти на этот сайт, и позвонив на определенный телефон МТС, отдать свой голос понравившемуся, даже он может не знать этого, понравился ему участник, он может отдать свой голос. И человек, набравший, участник набравший наибольшее количество голосов, он получает ценный приступ, то ли смартфон, то ли телефон, ну что-то такое, очень такое. Мы вчера рассматривали, мой муж даже сказал, ой, я бы тоже так не хотела, я бы принимаю участие в конкурсе. И знаете, вот удивительно, просто борьба тогда не на шутку разыгралась. То есть до 12 часов сегодняшнего дня могли поступать эти звонки. И вчера мы еще смотрели, было там, допустим, 2000 у одной девочки. Представляете, сколько людей, звонков сегодня уже три с чем-то. И там уже вровень дышит какая-то девочка там из Воронежи, откуда уже, я не помню. Вы понимаете, вот насколько это говорит о том, что у них очень много друзей. И это здорово. Еще вопрос. Елена Атанасьева, портал Твое про время молодежных. Сложно ли вам было оценивать участников, и не расстроились ли вы, что выиграл участник другой страны? Что вы, почему? Я считаю, что это наоборот здорово. Это будет везде говорить, я уверена, в его великолепном, в вокальном будущем. Он, наверное, станет какой-нибудь такой звездой. И одна из первых наград в его послужном списке будет гран-при конкурса в Коми-Республике. Это же прекрасно. И вы знаете, как бы в этой группе участвовал еще мой сын старший. Мой сын завоевал лауреатство второй премии. И когда я ему сообщила о нем и о Йонасе, он, по-моему, радовался за Йонаса больше, чем за самого себя. Понимаете? Так что, что вы абсолютно нет. И все равно, имеющие уши услышать, это было здорово. Очень яркие были исполнители. Понимаете? Мы даже не дали третьего места в этой группе, потому что вот они трое выделились, как-то вот пошли туда. И это было здорово. Марина Щербинина, газета «Республика». Слушайте, вот все-таки гран-при – это обладатель Европейской школы вокала. Почему именно он? Ну, можно сказать, что это комплекс всего. И артистизма, и наличие прекрасного вокального материала с полным диапазоном, да. Это владение своим голосом. Это прекрасное умение держаться на сцене, то есть быть свободным в исполнении. Это не зажатость, это чистота интонации, это музыкальность. Это умение, как? Ровность. Да, ровность. Очень много. Очень. Кантилена и так далее. Понимаете, много. То есть у него есть сценический опыт. У него есть комплекс всех этих качеств. И это прекрасно. Но умение держаться на сцене, значит, он все-таки… Вы знаете, очень многие, может быть, даже не прошли во второй тур, потому что они выходили и тряслись в кокосиновые листики. Они не смогли показать то, чем они и владеют. Потому что, когда вчера проходил мастер-класс, вот лично я была поражена, что вот девочка не прошла во второй тур, или мальчик там, или не завоевали. А когда их чуть-чуть подправишь, вот где-то что-то вывести, звук лучше, да, выровнять, на дыхание поставить, или просто раскрепостить, когда они не вот так вот не стоят, не дрожат. Мне вот было очень обидно, допустим, за город Сосногорск, который привез, по-моему, четырех или пятерых участников, и они оказались недостаточно высоко. Именно вот, наверное, из-за страха, из-за зажатости, что они мало, может быть, выступают. Они сильно очень волновались. Кто-то, допустим, накануне, может быть, простыл, кто-то, наоборот, перепел, что тоже для детей очень вредно. И выходили, и голос должен быть звонкий, тембристый, а не такой сильный, вы знаете, когда уже у детей нет сил, и так далее, и тому подобное. То есть я считаю, что наш обладатель Гран-при и все эти премии лауреатства, они обладают как раз вот этими всеми качествами. Я прошу прощения, можно, Веря Павловна? Ну, конечно. Вопрос. Вам как показались голоса, палитра голосов? Насколько она профессиональна? Для меня является огромной честью, это уже третье участие моё в конкурсе на пресс-Ольге Сосновской, международном конкурсе. Я сегодня буквально в своём институте искусства рассказывала, где я преподаю, что как прекрасно этот конкурс, наверное, один-единственный сейчас, может быть, даже в мире, который живёт столько лет. Потому что Татьяна Дмитриевна Сминкова тоже, она участница многих конкурсов в жюри, и говорит, что конкурсы бывают один, два, три, максимум пять, и они куда-то пропадают. Этот конкурс живёт столько лет, и он так востребован. Вы не представляете, как его ждут опять в Красноярске, потому что он прошёл с огромным успехом, у нас было около ста участников. Огромная была география, не только Иркутская область, Кемеровская область, Красноярск. То есть от Дальнего Востока, наверное, до Сыктывкара, вот эти люди все приехали. Даже иностранцы были, кто-то там, я сейчас не помню. И до сих пор люди ждут этого конкурса, потому что, понимаете, вот эта палитра от девяти голосов до двадцати, ой, от девяти лет до двадцати лет, четыре эти группы, и они совершенно как бы равноправные. Младшая группа, да, не в своей весовой категории, что говорится, да, возрастной категории. И для меня всегда самое большое открытие — это детки, маленькие детки, которые, да, выходят эти дети чистые, и видно, что он не испорчен. Видно, что он поёт сердцем, видно, что он поёт душой, у него есть эта интонация. Чистый, приятный голосок у него льётся. Вот это, наверное, самое важное для нас, педагогов, и для нас тоже, услышать вот эту настоящую природу, естество звучания, и своим ученикам это преподавать. И вчера мы говорили об этом на мастер-классах, мы сошли с всей единым мнением, что прежде всего маленьких детей нужно их не испортить, а найти его настоящее достояние, его красоту голоса. Поэтому для меня всегда вот этим самым большим является открытие. Конечно, старшая возрастная группа — это ребята уже почти готовые петь в оперных спектаклях и в оперных хороших театрах, потому что, да, вот три лауреата, которые были, они, безусловно, были оторваны, они грамотно-музыкантские, они с огромными голосами, с поставленными голосами, с пониманием, что они делают на сцене, с внешностью, с хорошей, что сейчас немаловажно, да, с артистизмом. Ну вот ее у нас тут победил больше, наверное, свободой, артистизмом, какой-то непосредственностью. И у него, что еще редко мы отметили, что в 19 лет крайне редко можно услышать такую красивую басовую окраску, потому что басы, когда они позже становятся, по-саме, после 30-ти. И здесь, конечно, для нас было большим открытием, что вот некая тамуральная краска у юноши 19 лет, во-первых, да, и хороший педагог, но это плюс еще и одаренность, это вот открытие звезда конкурса, да, который вот ребенок открылся. Кому-то везет, что их открывают, кому-то не везет, а у кого-то недостаточно такого материала. И здесь здорово, конечно, что совпало. Педагог открыла материал, он очень артистичный, музыкальный, потому что он до этого не занимался вокалом, он занимался просто музыкой. Вот это вот просто совпадение такое, понимаете, такое бывает крайне редко, и мы очень счастливы, что на этом конкурсе состоялось такое открытие. Не потому что там чья-то хуже школа, чья-то лучше, да, потому что, понимаете, вот у каждого есть своя изюминка, и эта изюминка вот она плеснула здесь. И в старшей группе были еще такие же ребята, но и у нас, да, он в чем-то обошел их. Пусть не намного, но обошел, и мы были все единодушны здесь. Расскажите о своем мастер-классе. Ну, хочется сказать, что дети, они как много впитывают, и с ними достаточно легко работать. Даже те наработки, которые у них есть, может быть, неправильного звучания или неправильной интерпретации произведения, очень быстро можно исправить, если они, вот, несмотря на то, что они все-таки очень уставшие, потому что два тура, пропеть, переволноваться, и слава Богу, что здесь замечательная обстановка, что у детей есть возможность проживания, и замечательная организация, что немаловажно, потому что это все говорит о том, что детям было очень комфортно здесь, и не только детям, но и у членов жюри было все удобно, и все было сделано на высшем уровне. И хочется сказать, что дети действительно, вот, у каждого из членов жюри были полные классы, и они так перемещались из одного класса к другой, от одного педагога к другому, и все-таки за это короткое время в основном эти мастер-классы делаются для педагогов, потому что кто-то, может быть, что-то не знает, может быть, не имеет, может быть, какие-то еще причины, и здесь как раз вот идет работа для того, чтобы педагог задумался, а что еще можно исправить и как улучшить, поэтому даже за вот эти сколько-то там, ну, минут 35-40 на каждого ребенка, это для педагога большое подспорье, потому что они все записывают, все они фотографируют, все не только видео делают, и поэтому это очень важно, и не зря существуют эти мастер-классы во всем мире, потому что это опыт вокального искусства, оно требует всю жизнь учебы, как педагог, как исполнитель, все друг у друга что-то, а вот это я делаю, а может я тоже так попробую, может оно и будет лучше, будет более свободнее голос, звучать более интереснее, поэтому мастер-классы существуют, и слава богу, что есть такие мастера вот на сегодняшний день, как наши члены жюри, которые действительно и поющие, то есть на сегодняшний день еще, и имеют уже огромный опыт, опыт преподавания, и имеют все огромное количество лауреатов, лауреатство просто так на других конкурсах, и на этих просто так не дается, уверяю вас, что наше жюри было очень компетентное, и очень символично, что сегодня, в сегодняшний день, День народного единства, проходит заключительный гала-концерт, и действительно хочется отметить, что вот дети приехали из, там не знаю, Тюмень, потом Саратов, Воронеж, Нижний Новгород, география колоссальная, это тоже единение, потому что дети видели, как взрослые даже их родители объединялись, то есть никаких не было споров и так далее, поэтому только процветание этому конкурсу, я в этом конкурсе уже 10 лет, и не перестаю удивляться тому, потому что, правильно Вера Павловна сказала, что вот организовывают конкурсы, и я на очень многих конкурсах бываю, и зарубежных конкурсов, и поэтому и вдруг раз он исчез, и даже о нем не слышно, и никто и не вспоминает. На сегодняшний день очень большое количество ребят, которые сейчас достойнейшим образом уже представляют в вокальном искусстве и занимают особое место. Вот Ольга Александровна сказала, несколько назвала, я вот, например, горжусь, что из моей кафедры Перязев был гауреатом этого конкурса, и он помнит о нем, он помнит о нем, и даже передает привет, там, когда мы что-то о чем-то говорим, потому что он знает, что мы с Ольгой Александром тесно, так сказать, дружим даже. Вот поэтому этот уровень, который они сейчас, мальчику 22 года, кстати, тоже вас, там под два метра рост, красавец, но он уже солист Мариинского театра на минуточку, 22 года, да. Кроме этого, сейчас в Москве был конкурс оперных певцов в Большом театре, и он вошел в финал, и он уже ездит с галами концертами, его приглашают в Европу. Конечно, это дорогого стоит, или другой мальчик, Тимир Газев, пишет мне что-то, мы переписки с ним, и я ему пишу, что скоро вот конкурс у Ольги Александровны, он говорит, да, для меня с этого все началось. То есть, понимаете, а сейчас он в Большом театре, он уже там спел небольшую партию, поэтому конкурс этот просто имеет статус, имеет уровень, и я просто еще раз хочу пожелать конкурсу и всем, тем, кто поддерживает этот конкурс, и конкурсу процветания в дальнейшем. Возвращая на пресс-инференции, Сергей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о будущем взаимодействии Министерства культуры и конкурса. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, не про взаимодействие сначала, сначала всех поздравляю вас с праздником, с Днем Народного Единства. Татьяна Дмитриевна буквально с языка сняла, что замечательно вообще, что у нас заканчивается такой конкурс, юбилейный конкурс в День Народного Единства, когда география конкурса от Челябинска до Калининграда, это здорово. И все сегодня дети выступают на одной сцене, лауреат, победитель. И что хочу сказать отдельно. Я вообще горжусь, что у нас в Республике Коми проходит такой конкурс и живет он уже очень долго. Это дорогого стоит. И поэтому Министерство культуры в будущем и на предыдущие годы проведения конкурса в 2018 году уклонился следующий конкурс. Мы, безусловно, будем это поддерживать так же, как и поддерживали, а лучше еще в большем объеме. Надеемся. Да. Поэтому все, что касается организационной помощи со стороны Министерства культуры, все будет продолжено и наручено. Это безусловно. Все, что касается поддержки тех детей, которые стали лауреатами и которые проживают на территории Республики Коми, мы тоже попытаемся каким-то образом со своей стороны их поддерживать в дальнейшем, привлекать на какие-то мероприятия в Республике Коми проходящие. Подавать этих детей безусловно нужно на некоторые премии, стипендии, которые у нас в Республике Коми учреждены. Ну и что хочется сказать, это пожелать огромных успехов всем лауреатам конкурса, всем тем, кто до верхних ступенек пьедестала пока не добрался, все впереди. Ну и в первую очередь пожелать огромных успехов конкурсу, чтобы география росла, количество участников росло, ну и росло, наверное, количество площадок проведения конкурса. Вот если он, предыдущие конкурсы проходили и в Красноярске, и в Петрозаводске, помимо Сыктывкара, а здесь в Сыктывкаре была такая финальная точка проведения. Я хотела очень поблагодарить всех членов жюри, которые в своей плотном графике нашли все-таки такую дырочку и приехали к нам сюда, потому что, конечно, без них бы ничего не состоялось. И я еще раз хочу повторить о том, что я каждому из них уверена так, как само себе. Мы мыслим одинаково, мы слышим одинаково, и у нас совсем не было никаких разногласий, ну где-то, может, полбала, может быть, балл кто-то кому-то, да, если это восемь, то почти у всех восемь, если это десять, то десять, если это шесть, то это в шесть почти у всех, скажите. Семь с половиной. Да, да, да. И мы учимся тоже друг у друга, вчера до семи были мастер-классы, но я побежала, потом уже к Светлане Ивановне послушать, и к Вере Пауне. И, вы знаете, вокальное искусство, оно как раз может быть интересно, очень неценно тем, что оно не стоит на месте, оно постоянно развивается. Ты учишься всю жизнь, до последних, так сказать, своих дней. Будь это ты сам поешь, будь это ты учишь кого-то. И вот это огромный опыт, это такая, знаете, творческая лаборатория и для участников, и для нас всех. И вот огромный романтический поклон от меня, от нашей семьи, от комитета, за то, что вы все приехали, нашли время, и так плодотворно, с таким энтузиазмом все работали, мы не попадая, так сказать, рук, ушей и так далее. Уши лучше. Да. То есть, вы знаете, прослушать столько, прослушать столько много участников, это тоже очень тяжело, и быть все время внимательным, чтобы чего-то не пропустить. И вот Василий Николаевич у нас даже бедный потерял голос, настолько послушал всех, и у него все голосом простудился, но вот он бедный. У него завтра, послезавтра уже, да, репетиция в театре утром и вечером, и я вот, мы вот со всех сторон лечили, помогали, я надеюсь, что... Со всем. Со всех сторон, да. Что вы хотите еще можно добавить, Настя Николаевич? У вас еще голос-то есть чуть-чуть? На конце его. Еще хотела, знаете, поблагодарить очень сильно за прекрасный концерт, фейерверк. И вот мы сейчас думаем, а что же на следующий раз, на следующий конкурс, чем бы еще удивлять нашего зрителя и наших участников. И сами участники и их преподаватели, они подходили и говорили, вы знаете, этим концертом, мало того, чтобы показали уровень, к которому надо стремиться, да, вы растопили вот этот лед и может быть какая-то стена недоверия к вам и может быть даже страха. То есть вы показали тем, что вы тоже живые, настоящие, вы можете нахохмете прямо на сцене. И это было здорово. Скажите, субтитры, если вы хотите распределить? Уже на протяжении нескольких лет сотрудничаю с Ольгой Александровной и с этим замечательным конкурсом. Могу честно сказать, что на нескольких конкурсах членам жюри такого конкурса у нас сейчас в стране нет. Я очень рад тому, что несмотря на эти финансовые и политические трудности, которые сейчас нас в страну любимый окружает, он живет и руководство республики, и Министерство культуры, и руководство гимназии и так далее, и так далее, старается всячески помогать ему. Для меня, например, один из главных критериев на любом вот такого конкурса детско-юношеского это среднее. Она обычно бывает самой слабой, потому что переход в возраст от детского голоса переходят дети более взрослые, у кого угонка начинается, у кого нет. Но вот в этом году, несмотря на то, что у нас было детей меньше, чем в предыдущем конкурсе, эта средняя группа была качеством выше, чем в прошлом конкурсе. Младшая, как всегда, у нас в лидерах и по количеству, и по лауреатскому, замечательная была старшая группа, несмотря на то, что меньше было людей. И очень приятно, что сюда едут со всей страны дети с тем прицелом, чтобы проверить себя, потому что на самом деле потом мы их видим через несколько лет и в московской консерватории, и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде. После их окончания они у нас поют и в Большом театре, и в Мариинке, и за рубежом, и по стране, и занимают первое положение достаточно быстро. Некоторым певцам нужно до 40 и больше прожить, чтобы подняться на этот уровень. Большинство из лауреатов нашего конкурса становятся достаточно быстро лидерами в своих театрах и на постсоветском пространстве, в том числе и за рубежом. Поэтому я могу сказать большое спасибо организаторам, большое спасибо педагогам, которые привозят сюда детей. И что еще особенно радует, педагоги развиваются. Уже некоторых педагогов мы знаем, ага, этот вот уже на шестой или на четвертый конкурс привозят. И уровень их детей, значит, их как педагогов растет. То есть можно сказать, что это конкурс не только детско-юношеский, но и педагогический. Если да, если говорить о педагогии, Томана Ивановна, вы же педагогику уйдет, упирался ли он ехать куда-то в Россию? Я уже третий раз нахожусь в жюри этого конкурса. И у меня уже были тоже мои студентки, девочки, две, которые хотели тоже приехать, но родители не отпустили. Это было в прошлые годы. И в этом году очень хотел Йонас приехать со мной, очень хотел. он никогда не был в России. И я всегда рассказываю, что уровень культуры очень высокий. И еще социалистических времен можно сказать, что уровень культуры наших и музыкантов, и художественных уровней очень высокий. И я это внушаю за границей. И всегда хочу сказать, что смотрите, несмотря на политическую ситуацию, культуровне политики, не бойтесь, никто вас там не обидит, и все вас примут замечательно. И он хотел очень поехать. И слава богу, получилось у нас там визу мы брали за один день, очень дорого, платили за визу. Срочная виза. Но слава богу, все получилось. И он очень счастлив здесь. Я говорю, не то, что он упирался, очень хотел приехать, а я очень хотела привезти, потому что я думаю, для конкурса это тоже интересно, если приезжает человек не только региональный или с России, а и не только с ближ лежащих зарубежья, скажем, эстонии или прибалтики, а именно такой середины Европы, чтобы он посмотрел, он такой расстроенный сказал, что случилось? Я думала, что случилось, а потом не хочется уезжаться. Я уже тут как привык, он сказал, мне так тут нравится, и у него уже началась ностальгия. вот так мне здесь нравится, я сказала, может ты приедешь повышать свой музыкальный уровень, может ты приедешь на концерт лауреатов, как ты скажешь? на концерт лауреатов, это не полезно двое сюда. Может спектакль театра, да, может быть причем нет. Светлана Ивановна, что хотел сказать, вот видите, какой очень хороший результат, что если на прошлом конкурсе побоялись приехать в Россию, то сейчас не побоялись приехать в Россию, и это, вот как мне кажется, что это... А сейчас за Юнасом потянутся. Сейчас как потянутся. Что он, конечно, он будет рассказывать, конечно, он там будет давать интервью, конечно, ему будут спрашивать, и, конечно, самый лучший спорный фильм. И что интересно, между прочим, вчера Юнас был на праздничной передаче, посвященной 15-летию ее органов, и спел для них несколько песен про Гремен на его телезвезда. Прекрасно. А его спросили, а ты раньше был на телевидении? А он сказал, никогда. В первый раз. То есть, понимаете, у него столько впечатлений. Все хорошо.